все ребята на вокзале в тюмени зала ждания втором этаже через полчаса не отправлены поезда сейчас на вас ходить в одно место потом искать пока вроде будем поедем сейчас полчаса до управление и нет информации о свободных местах может вам так поедем хорошо конечно было так шпиром качество под зал с 2 тоже мы его кстати не снимали по моему только на первом ходили судорожные силу макс там нашел какие-то магнитики сейчас какой конечно на цокольном этаже интересующие интересующие меня место пошел искать сувенирчики тут брали помню магнитики скважинами он блестящен гидов сики есть со скважинами пошли смотреть на поезд новосибирск минск так и выйти 15 33 через две минуты путь 5 форма 3 погода жесть снег валит чуть платформу не найдешь на переходим через пешеходный мост ну ладно пойду искать дима поезд на лаканче раньше соображать сейчас придется маленький ускориться самая дальняя видео платформа а он там висит выиск который на вокзале ходишь по выискам там непонятно где третья платформа первая главная подписанная третий не допустим а вот формы 2 и 3 вот мой поезд очень скользко короче приходить можно и навернуться вот он поезд на самая дальняя платформа получается от вокзала осторожней да уж не погода внесла свои коррективы шел искать свой вагон 5 веселее рабочий класс 5 до вагон но ты вкупе дошел пока один но должен еще человечек подселить куба стандартная теперь пояс нефирменный милишко пилищу код повисел мне уже комплекте положили свет это будет свет свет есть так что тут у нас еще какой-то вагончик стоит может кстати в Екатеринбурге сосед подседет пока нету в Тюмени то мне кажется его нету скорее всего в Екатеринбурге и едет куда-нибудь там дальше может поезд кстати Новосибирск Минск если не изменять память на 63 что ли потом попозже посмотрю так расскажу ну ладно буду переодеваться там весь путев пока сюда бежал думал опоздаю далеко просто тихонько тронулись не главное рейс Новосибирск Минск и нет вагона и страны ну как так неделю ехать и нет вагона и страны страны что за поезд сейчас мы спросим это же белорусский поезд а это белорусский поезд да бачку да сейчас спросим контрабанда может да есть скорее всего контрабанда покушать найдем покушать найдем я вагона ресторана нет да все наверное есть ты думаешь тут настолько все что надо быть своим человеком с батькой что в поезде вагон ресторан прорваться слушай ну это даже челлендж я тогда буду стараться более у нас теперь кореша и из белорусных а это что за поезд не помнишь не видел нет а это по моему раз он стоит значит это не тот что раньше был новую рингой по моему там стоял может быть тихонько тронулись на погоду сегодня ужасная тогда и ну и как-то знаешь что-то вот уже усталость я тут посмотрел думаю до смысла смысл уже домой в принципе нормально сидит мне понравилось все в принципе я в отрасли первый год так что я обучился питание там все отлично я еще эту третью платформу закрепился скотин где она не обязательно так же понятно я думаю третья платформа теплым стилы короче он там сейчас смотрит да у нас а нет не у нас такие не ошиблась бы до да заходи я уехал такая я глядь дед слушай вообще непонятно причем проводница такая тоже в растерянности поезд 063 б получается это белорусский поезд едет из новосибирска минск нет вагона ресторана нет вагона ресторана в общем соседам повезло мы с ним были на конференции он меня узнал его тоже так что сейчас посидим отлично поговорим что видели обсудим может чайку попьем с конфетками время думаю пролететь очень быстро вот стол накрыли колбаска сырок чай конфеты сок все как полагается на дальнюю дорогу ну что дальняя мы считаем в 6 часов уезжаем из Тюмени в 5 утра в Перми 11 часов грубо говоря поспать уже дома сейчас посидим маленько поговорим с соседом и все поедем дальше смотрите колбаса из Белоруссии белорусская высшего сорта город Быхов в Могилевской области сейчас попробуем скажем вкусные не вкусные все нормально колбаса нормально нормально ну что сидим чай пьем да чай пьем говорим о картинах великих экспрессионистов импрессионистов импрессионисты про тертиковку поговорили да про музеи про музеи про музеи современного искусства ну и не забыли о работе естественно конечно же о конференции поговорили о теме парафинов о СПО в скважиной вопрос пока не раскрыт не раскрыт глобально не раскрыт поэтому да возможно это хорошая тема для будущих диссертаций да это точно а на этот кстати не ходил на пройдет же продаж ходил я в Екатеринбурге а я в Екатеринбурге ходил я в Екатеринбурге ходил и чё как у нас я тебя записи с концерта мне больше понравился олимпийским поискотом по эмоциям как бы потому как этот товарищ пел я у него там всего две песни до этого наверно так на память ну роллин у него вот эти хиты которые да 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 и ну и этот behind blue eyes да да известно и он такой сам со сцены поет и там весь зал прикинь и поет и ребят I can't believe you know this song you know this fucking song короче он а еще прикол он прикинь слез со сцены залез в толпу сел к какому-то чуваку на плечи и три песни пел в толпе причем внизу прикольно да да поэтому он не больше они просто вышли как машина там да они как бы атотипная отыграли да и ушли еще в Екатеринбурге очень плохой звук был а мы послушали вот и даже две песни не дослушали и нафиг ушли все глухой 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 не слышно пронести очень легко краски такое какой-нибудь больше карманов у меня есть классный бутцак для этого они же просто открывают и все получается на входе сбоку здесь примерно так же замок ты открываешь он у спины незаметно глаза не бросают я туда просовываю до начинает перед этим и вот у меня айпад да все короче проходишь да у них как бы особо времени на это все смотрят и фляжечку берешь просто не набрать там литрович а это как раз фляжечки такую особую тон тонкую берешь обычная тонкая сколько там грамм 250 250 нормально я на концерт всегда с собой проношу ну можно да поэтому лайфхак лайфхак нах кстати поезд белорусский и он говорил уже потом покажу тут один знак 50 кто сказать в Беларуси побывал в Беларуси раз еле походу он ходит по этому маршруту в Новосибирск Минск мы кстати хотели съездить в Минск так может на этом поезде съездим а может да не выходить пока не выходить проспать выгодит все равно вот так вот выглядит коридор ребята молоток десет белорусского поезда вот кстати один знак который обещал зайчики 5 10 20 50 50 100 200 500 не помню сейчас сколько курсов на помощь это рублей 15 или 20 их это 1000 рублей по нашему тут монетки вот 2 рубля белорусских на евро похоже тут у нас график подборки молоточек еще один радио тут ничего нет кстати вот радио играет и правила безопасности по моему по моему кстати все равно отличаются с российскими вагонами другой какой-то ну интересно ни разу не едем может поедем на нем до Минска а то его знают сообразим в принципе за ним вроде не очень дорого получится ну бойлер такой же как везде бойлер туалет тоже такой же туалет уж не буду снимать купашка беру совковенькая с полочками тут светильник сверху еще полочка радио радио можем включить а да дискотека ахуяк я слушаю маяк так шконки жесткие не мягкие в Тюмень то я ехал на фирменном поезде там мягкие были лунные вот моя нижняя палочка тоже заправлять буду раз раз как в армии 10 секунд отчет пошел спичка спичка надо спичка надо зажигать вот смотри даже на камеру подсвечивает прикольно мне кажется даже белье чем то отличается какое то поплотнее что ли чем наше российское кстати вот пакетик на пакетике написано белорусская железная дорога счастливого пути вот такой пакетик хоть на память я не оставляю домой такой перевез ага белорусские подстаканники да не написано Белоруссия вот вроде стандартные подстаканники вроде ну вот стандартные могли бы с белорусский гербом сделать вот кстати еще чипсы Витеба из Витебска тоже кстати белорусский город Витебск фирма Витеба и минералка наверное тоже белорусская да минералка так Минск минская минералка из Минска и сок тоже белорусский а вот фиг российский у них все свои продукты подъезжаем к Екатеринбургу где-то через минут 5-6 подъедем и вокзал у нас получается что у нас первый путь что ли? я так понимаю а нет блин не первый хреново вокзал Екатеринбург кто не видел смотрите кто не видел смотрите что-то далеко от вокзала то уехали блин ёшкин кот блин вообще далеко уехали да сосед решил выйти а я здесь в купашке отдыхаю ну вы поняли да что мы знакомы конференции вместе были так-то хороший парень всякие байки травит молодец купил кстати билет в последний момент я вот зашел и он забегает говорит о нифига себе думал как так попали на него ну так вот тоже бывает и буквально вместе с ним обедали в Хилтоне а тут раз вместе едем вот так вот и тронулись лёд тронулся господи присяжные заседатели да ручки еще пять с половиной часов ехать поиска на поиск смотри наши первые от а он кстати был вагон и раскидали здесь по всей россии на все его закрыли чё про шанхай ты раскрыть интересный ценник там процент на 30 выше шанса измеримое качество то так хотя но самое дорогое европейский город считается по идее европейский наверно наверное тоже я себя в нищебродом почувствовал заходишь там пошли в ресторан с янами с детьми блин короче 12 рублей один раз поесть по сути вот эти скажу моей выпили до бутылку вина съели короче дюжит устриц и дети съели там макароны с курицей все нас к саре вот в шанхае мы заплатили за двоих на наши деньги 9 ничего изысканного не едем просто в ресторане и пили пиво местное рисовое сколько пиво стоит рублей 400 на ваша так это в ресторане было да в принципе там магазине его можно купить и там под стоп нормально нормально а закопил языка это япония не что же делал и вино кстати китай вино это сака же по идее похоже вкус тоже и сарик нет рисовое вино обычное виноградное вино китайское она кстати очень неплохое красное весьма а там через какие будут слушай я не знаю вот она китайская все по-китайски китайская причем цена у него была для для местного где-то в районе на 12 долларов в машине импортируют виноград и сами делают реально китай просто сами выращивают то наверно вращать в южных районах вот поэтому сколько там население 30 миллионов самый под самый большой город в мире знаешь это вот такая агломерация центр у него то есть он смотрится слабже по масштабу чем гонконг чем сингапур наверное то есть у него такие вот центр вот сити он не такой большой то есть это сингапур или там кассир получается все пригороды что я так полагарда сырали ты так называем что он по сути как бы очень сильно размазан никто там близкий хочешь давай уже значит приходит к доктору для аналина у меня для вас две новости хорошие плохая с помощью знаете плохой у вас рак мозга это хорошие хорошие у нас сейчас вот на складе есть три хороших мозга но расскажите о них на царе вид это мозг англичанин 2000 фунтов это мозг шотландца тысячи 999 фунтов вот а это мозг ирландца 6000 фунтов почему все понятно но почему знаешь никогда не использовался англичане ненавидят ирландцев такой их война же было все ребят приехали домой пей сжог мелкий идет спать меньше охота не выспались время 5 утра народу много вылазить на этом поезде и на работу и на работу сразу через часик на работу не свежевка не свежево снежок едят смотри-ка народ тоже ждет посадок много причем вот такой вот он поездок белорусских железных дорог или как по белорусски ну-ка скажи как по белорусски железная дорога русские чигунка русский понятного белорусский чигунка коротко и ясно белорусский чигунка ориентировочно на 20 минут на нем тоже ездили на 100 советский-то антураж москва-владивосток романтика на недель все города видишь у нас парень знакомый съездил специально и стреми до владивостока сейчас так посмотреть на руси ну лет у нас белый он лесной по-моему ездит это я про Алексея говорил то есть ему понравилось ну то есть понравилось, да но у него родственники там еще владивосток были заодно к родственникам съездил вот и перим главного управления заходит маневровый состав будьте осторожны идет снежочек вот минус 1 градус получается все ну ладно всем пока поехал домой спать и